Вы знаете, что такое писанка? Это расписное яйцо. Воскресенье православное отметит один из самых больших церковных праздников – Пасху. И я предлагаю сегодня вместе со мной к ней подготовиться. Мы будем с вами расписывать яйца. Яйца я обычно делаю тремя способами. Начнем с самого простого. Это наклейки, которые продают в магазине. Начинаем с отрезания наклейки. Вот сейчас крайнюю отрежем. В стакан наливаем горячую воду. Желательно, чтобы это был кипяток прям. Так. Яйца я уже говорила, предварительно надо сварить, а потом остудить, чтобы они были холодные. У меня вот, кстати, яйца, хочу показать, такого маленького размера. Я первый раз такие взяла. Вот эти яйца самые полезные. Я их брала на птицефабрике. Их несут молоденькие курочки-несушки. Вот в таких яйцах витаминов и микроэлементов больше, чем в обычных, вот крупных, какие мы привыкли покупать в магазинах. Одеваем нашу наклейку на яйцо. Вот так вот, чтобы поровнее все было. И опускаем в стакан с кипятком. Буквально 2-3 секунды и вытаскиваем наше яйцо. Вот посмотрите, как все ровненько осталось ему подсохнуть. И будет все очень красиво. Второй способ тоже сравнительно легкий. В магазинах продают пищевые красители. Вот они идут в ампулах. Сейчас мы с вами одну ампулу какую-нибудь откроем или две. И тоже попробуем покрасить. Ну, давайте возьмем красную и зеленую. И посмотрим, что у нас получится. Нам тоже нужен будет стакан воды кипяченой. Так, сейчас я, значит, ампулу аккуратненько разрежу. Так, выдавливаем ее сюда. Вот здесь вот я навела зеленый краситель. Теперь в эти красители нужно добавить уксус 9-процентный. Я его тоже предварительно заготовила. И добавляем ложку вот этого 9-процентного уксуса. Наш краситель. Теперь берем яйца, которые сварили. Вот в этом случае яйца необходимо брать горячие, только что сваренные. И бросаем их в стакан с красителями. Одну вот в такую бросим, другую в зелененькую. При этом их желательно помешивать, переворачивать, чтобы окрасочка у нас была ровная. Вот смотрите, какое красивое красное яйцо получается. Так, а здесь у нас зеленое. Пока у нас эти яйца лежат, красятся, покажу еще один способ. Вот этот способ самый трудоемкий. Зато это самый, мне кажется, безвредный, экологически чистый. И это самый мой любимый способ. Берем луковую шелуху. Я ее предварительно с вечера заготовила. Вот луковую шелуху варить очень просто. Во-первых, ее нужно было заранее насобирать. Ну, вот у меня сюда ушла примерно где-то литровая баночка шелухи. Добавила на нее примерно где-то стакана-два воды. Покипело у меня все это, наверное, минут... Ну, минут 20 надо, чтобы покипело. И раствор за ночь такой настоялся, стал насыщенного цвета. Теперь прям в эту же шелуху будем опускать наши яйца. Мне понадобится зелень, укроп, петрушку можно брать. И старые ненужные колготки, носки. Все, что рваное было, не выбросили. Оно нам сейчас очень хорошо пригодится. Вот я отрезала от колготок такую небольшую часть. Берем веточку укропа. Сейчас я ее водой намочу, чтобы она у нас хорошо прилипла к яйцу. Берем наше яйцо. Вот так вот я ее располагаю. Чтобы она прилипла. Одеваем наш носок. И туго-туго натягиваем. Чем ту же натянута, тем рисунок будет красивее. Вот так закручиваем. Теперь вот это место нужно перевязать ниткой. Это, наверное, самое сложное одному справиться. Лучше, если вам кто-то помогает. Вот так все мы завязали. У нас аккуратненько получилось. И опускаем нашу луковую шелуху. Туда можно предварительно бросить соли. Примерно ложку столовую, чтобы яйца не трескались. Потому что у меня яйца от молоденьких курочек. Я уже говорила, они свежие. С птицефабрики только что. И очень хрупкие и тонкие. Так, ну вот я включила. Сейчас это яйцо у нас пока варится. Мы можем посмотреть, что у нас вышло вот с этими нашими яйцами, которые мы красили. Вот, пожалуйста, смотрите, какой яркий, красочный, насыщенный цвет. Главное украшение пасхального стола – это, конечно, кулич. Его пекут иногда из творога, иногда это просто бывает обычное вздобное тесто. Вообще, девочки, пасху долго это делать во времени? Да ну, нет, недолго. Около часа ее завести, расстоять, выпечь. А вот это такая красивая воздушная масса мороженого напоминает. Это что такое? Это взбитые сливки. Расскажите, да, рецептуру. Здесь вот что используется? Дрожжи или это может быть на закваске какая-то паста? Нет, дрожжи, яйца, мука. Скажите, а так называемого Е здесь много? Это с Е стряпается или без Е? Конечно, без Е. А красители пищевые? Ну, вот смотрите, красители пищевые, они используются везде, они зарегистрированы, уже проверены, протестированы всеми, всеми, всеми. И используется их здесь очень небольшое количество. Ну, вы сами видите, что это вот во взбитые сливки мы добавляем желтенький, чтобы немножко было ярко, да. И вот красное желе, да, которым вот мы пишем в буковке Х и В. Ну, это все красители, они натуральные. То есть вот этот вот красный, к сожалению, не помню, как он называется, это вытяжка из свеклы. Поэтому он считается красителем, да, но он натуральный и пищевой. Поэтому там ничего такого страшного нет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова